Строительство школы на 400 мест в селе Балига Петровск-Забайкальского района, которое началось 15 лет назад, должны завершить в октябре. Возводить объект начали еще в 2007. Однако из-за различных проблем и недостатка финансирования работы несколько раз приостанавливались. В 2020 году на завершение строительства было дополнительно перечислено 800 миллионов рублей в рамках реализации планов социального развития центров экономического роста. Тогда завершить работы планировалось до конца 2021 года. Глава ФСИН России Аркадий Гостев представил губернатору Забайкальского края Александру Осипову нового начальника регионального управления Дмитрия Обломия. Предыдущего начальника УФСИН Забайкаль Евгения Шихова, напомним, застрелили в апреле 21-го, когда он был на охоте в Карымском районе. Прокуратура обвинила в убийстве сторожа охотничьего домика. Убийцу приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Сотрудники дорожно-мостового ремонтно-строительного управления Читы накануне утром начали пилить тополя по улице Смоленской. Всего предполагается убрать 12 деревьев от улицы Бутина до Горького, сообщил сотрудник управления. Есть постановление, согласно которому нужно убрать 12 нежизнеспособных тополей от Бутина до Горького, уточнил представитель работающей на месте бригады. Он предъявил документ, подписанный начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Читы Марьяной Грибановой. Больше 100 тысяч рублей получат за переезд в Забайкальский край выходцы из северокавказских регионов Тувы и Алтая. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России. Также соответствующее постановление размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В случае утверждения документа финансовая поддержка может быть оказана молодым людям до 35 лет, готовым сменить место жительства ради карьерных перспектив. Гражданин получит выплату в размере 116 тысяч 800 рублей. Эти средства покроют расходы для переезда и оплату аренды жилья на первое время, рассказали в ведомстве. Кроме того, в проекте прописаны условия участия. Молодой специалист должен стоять на учете как безработный и не меньше года прожить в конкретных регионах России.